Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава шла заканчивается, сегодня пятница, и давайте быстренько подведем неутешительные итоги. Почему неутешительные? Потому что не все так хорошо в этой недельной главе. Веленский, как он писал, что человек несет в себе духовные пороки, порожденные грехами его родителей. То есть все вот эти биологические цепочки, которые были до него, вот этот набор грехов, он тоже в себе как-то откладывает. Но так как он приходит в мир не первый раз, а человек сегодня нету практически душ, которые пришли первый раз, то он еще и несет в себе какие-то сложности и грехи предыдущего существования. Это очень важное правило для понимания всей истории мира вообще. Потому что человечество на глазах становится все хуже и хуже. Это сложная тема, тут не так все просто, но я как бы поверхностно беру. Обратите внимание, с какой скоростью сейчас начали события врываться в нашу жизнь. Как молнии, какие-то коронавирусы, какие-то трагедии, какие-то шаг за шагом политические всякие эти... Такого не было раньше. Мы не понимаем ничего. И написано в книге дворим, и ты сойдешь с ума от того, что откроется твоим глазам. О чем это сказано? О ситуации, когда мы пытаемся все в жизни увидеть событиями, опирающимися на человеческий разум, ничего понять нельзя. Но как только мы уходим в Тору, все становится ясным и очевидным. Все события еврейской истории, которые уже прошли, и вообще мировой истории, и те, которые предстоит произойти, описывает письменная и устная Тора. Они предвидели все это заранее. Каждому поколению написано, в дни которого не у нас отстроен храм, это засчитывается, как будто бы храм был разрушен. Таким образом, наши мудрецы возложили ответственность за разрушение храма на каждое поколение, в дни которого он не был отстроен. Если мы были исправлены причиной, по которым был разрушен первый храм, второй, то мы наверняка бы достоились увидеть его отстроен. А это значит, что мы с вами, то поколение, которое храм разрушило. Что же делать? Бог говорит человеку, так же, как сказал когда-то Маше. Замечательные слова, в которые стоит оценить. Сними обувь с твоих ног и стряхни обыденных, которая сковывает твою сущность. И ты узнаешь тогда, что место, на котором ты сейчас стоишь, святая земля. Перевести это на простой язык. Нет ступеней в мире, где бы не было божественного присутствия. Везде и всегда, во все времена. Мы просто не можем этого увидеть, не можем рассмотреть. Мир болен, тяжело болен. Диагноз этой болезни – духовный тромбоз. Человек создан для того, чтобы дарить, делиться, получать. А совсем не для того, чтобы накапливать и прятать. То, чем человек не делится, взлушайте, что сказала Каббала. То, чем человек не делится и не позволяет другим с собой поделиться. Выращивает в нем духовный тромб. И тромб этот закупоривает душу изнутри. Он приводит к смерти, той духовной смерти, при которой человек может много лет ходить по земле, разговаривать, пить водку, он уже мертвец. С духовного мира видно, как здесь по земле ходят какое-то количество совсем неживых людей. Отсюда родились вот эти вот знаменитые зомби. Таких людей много. Мы просто не можем этого увидеть, а тут сверху видно. А из этих зомби критическая масса на земле. Вдуматься в этом надо. Понимая это, Бог подарил именно в этой недельной главе надежду людям. Смотрите, какие слова замечательные сказаны. Дети, о которых вы говорили, добычей станут, их введу я в землю. И они владеют страной. В этих словах Творец поклялся, говорят мудрецы, что его отношение к человеку не обусловлено всегда нашим поведением. Так же, как любовь матери к ребенку. И мудрец и младенец для него одинаково дороги. Более того, если человек, которого обстоятельства вынуждают, а таких сейчас 99%, погрузится с головой в материальные заботы, но тем не менее все же находит время для изучения божественной мудрости, а если он еще потом придерживается этого распорядка, то его служение ценится выше, чем того, кто день и ночь занимается Торой. Почему? Потому что мы начинаем вот это самое главное. Работу над очищением мира, очищением себя. Нам тяжелее, чем тем, кто вырос в религиозной среде. И вот здесь наша вот как бы победа. Мы с вами можем оказаться еще и намного в глазах Бога более праведные, чем кажется. Потому что вот мы с вами учим урок. Мы сделали это системой. Это что-то. Рецепт у нас есть, как излечить. Ребе объяснял еще. Ребе говорил, поскольку основная природа нашего мира, совершенство и добро, то каждый совершенный нами хороший поступок реален и имеет протяженность его времени. В то время как плохой, только один момент, пустота, которая потом рассеется. С этой точки зрения и зло, и добро, это как свет и тьма. Тьма, какой бы зловещей и пугающей не было, это просто отсутствие света. И Ребе сказал еще одно слово, которое мы закончим в сегодняшнюю недельную главу и сегодняшний урок. Мир вовсе не так логичен и не так разумен, как кажется. Бори с ним его же оружие. Делай что-то доброе, без всяких особых причин, без всяких оснований. Просто сделай доброе. Просто улыбнись. Брахава и Ацлахава.